Братишки и сестрички, электрики и электрички, здравствуйте! А не нарушить ли нам какие-нибудь законы, а особенно электрические? И не замахнуться ли нам на самого Ома? Да, ребятки. Есть у меня резисторы вот такие зеленые славные. И тот, кто Ома читал или почитал или в школе изучал, наверняка знает, что если соединить три одинаковых резистора последовательно, то получается делитель напряжения. И напряжение это делится ровно на три части. Ну, точнее, если взять два резистора, то делится оно пополам. И если, скажем, в розетке у вас было 220 вольт, то ровно посередине будет ровно 110. Хотя и в розетке 110 нету, а гораздо больше. Да, и с делителями не все в порядке. И вот сегодня я расскажу и покажу и продемонстрирую вам удивительнейшую вещь, которая нарушает законы Ома. И знаете, к моему сожалению, все будет по-честному и никакой магии, и никакого волшебства. Ну, а для начала, для разминки ваших умов, скажите мне, сколько будет падать на одном из этих резисторов, учитывая, что все они одинаковые, напряжение от розетки. Некоторые говорят, что в розетке есть целых 310 или даже 330 вольт. Некоторые измеряют с помощью приборов и говорят, что там немножко меньше, а может быть немножко больше. Но так или иначе, меньше чем 220 вольт на всю эту цепочку резисторов у нас никак не получится. А целью нашего эксперимента будет то, что... Да, сами увидите. Возьму-ка я эти самые резисторы и с помощью вилочки подключу-ка их к розеточке. Вы просто не поверите, но в розетке у меня имеется некоторое напряжение. Это напряжение мы можем видеть по китайскому вольтметру, который показывает ХВ 211-212 вольт, того самого переменного тока и переменного напряжения. А вот что покажет старый советский прибор, давайте я вам сейчас покажу. С помощью небольших зажимчиков я к этим же резисторам, которые мы мучаем и испытываем, подключу прибор старый советский стрелочный, аналоговый, без микросхем, без транзисторов, без дифференциальных и универсальных усилителей. И вот цепочка у нас на столе, приборы в студии. Стрелочку зашкаливает, но в принципе стрелочка находится во вполне законном состоянии и показывает нам чуть больше, чем 220 вольт. Это прибор переменного тока, тут так и нарисовано и написано. Его положение вертикальное вполне законное. А то, что китайский мультиметр врет, ну так это на его совести пусть и остается. Короче, 220 у нас тут есть. Ну а вы мои любимые, хорошие и математикой одаренные наверняка уже 220 поделили на 3 и получили нужное напряжение. Давайте еще разок с помощью глаза и камеры окинем все это сложное сооружение, которое из розетки получает напряжение и подводит его к вот этим вот резисторам. Ну а приборы, конечно же, все это фиксируют. Вроде все нормально, подвоха нет. Так как все мы люди умные и в школе обучавшиеся, мы прекрасно знаем, что если 220 поделить на 3, то это будет минимум 70 вольт. А тем более, что если по китайскому смотреть, так там и вообще 210. 210 разделить на 3, ну калькулятор я думаю у вас имеется, но врать не буду, 210 на 3 это точно 70 вольт. 70 вольт это много. А я хочу к этим 70 вольтам подсоединить парочку светодиодов. Два последовательно. Они уж наверняка выдержат это напряжение или не выдержат, как вы думаете? Я думаю, что выдержат. Ну а так как здесь переменное напряжение, хотя и поделенное на 3, я буду использовать небольшой выпрямительный диод, который удобно разместился между двумя вот этими светодиодиками. Ну и что вы думаете? От 70 вольт эти светодиодики сгорят у меня, если я использовал делитель напряжения от розетки 220 вольт? Или не сгорят? Если интересно, смотрите дальше. Итак, внимание, барабанная дробь. Вот эти самые светодиоды, напряжение зажигания которых вы можете посчитать самостоятельно, ну примерно 6 вольт, если вместе диодом взять. Я буду подключать через делитель напряжения прямо в розетку 220 вольт. И что же у нас произойдет? Вы такого не повторяйте, а я это могу и позволить себе повторить. А произойдет у нас следующее. Никакой яркой вспышки, а просто горение светодиодов. Я специально ими моргаю, потому что не видно, когда они светятся, а когда нет. Но вот так вот они горят ярко и хорошо. На вот этом среднем резисторе. А что будет, если мы испытаем все то же самое на вот этом резисторе? Обратите внимание, и на этом резисторе тоже такое же падение напряжения, которое позволяет этим светодиодам светиться. То есть все эти три резистора разделили напряжение на три части, и напряжение у нас указано 220 вольт, и при этом позволяют мне включать... Видите, что светодиодики горят? Да, включать светодиоды в розетку. И что же это получается? Значит, все светодиодные расчеты и все блогеры, которые вам рассказывают, какой резистор надо подбирать и как его рассчитывать, для того, чтобы включить светодиод в розетку 220 вольт, просто-напросто, ну, эти, которые из шариков, лошадки. Получается? Получается. То есть 220 поделить на 3 получается 6, а не 70. Но вот тут я вас точно, честно, обманывать не буду. Нет, 220 поделить на 3 резистора, это будет 70 вольт. А почему вот эти светодиоды горят? В них нет ничего особенного. Это реально обыкновенные светодиодики, обыкновенный диодик. Это вовсе не резистор. Чтобы это доказать, мне, наверное, придется использовать, да, использовать какое-нибудь питание, ну, допустим, с тестера. Но это потом. А вдруг у меня здесь все-таки не 220 вольт, а эти приборы врут, и где-нибудь там включены непонятно куда. Это развеем... Это недоразумение мы развеем с помощью лампочки накаливания. Это лампочка накаливания на 220 вольт, которую, как говорится, не обманешь. Потому блогеры такие лампочки боятся. Давайте подключаем эту лампочку на края резисторов. Ну вот, лампочка горит. То есть на вот этой и на вот этой вот клемме 220 вольт имеется, что прибор и показывает. Но что же тогда происходит со светодиодами? Почему вдруг, почему вдруг я, прикасаясь светодиодами к заранее высокому напряжению, которое нам известно, заставляю их светиться, используя вот такой делитель напряжения? Неужели, товарищ Ом, был неправ? Так, то, что здесь есть большое напряжение и большой ток, мы это проверили. Тут все нормально. Лампочку можно в стороночку убрать. Вот так вот положу ее в виде декорации. Осталось только проверить светодиоды. Быть может, в них и кроется весь секрет. Может, настолько высоковольтные светодиоды, что они от 70 вольт прекрасно могут светиться. Сейчас у меня от розетки все отключено, и я безопасным образом прибор, чтобы было видно вам, подключаю к этим светодиодикам. Давайте посмотрим. Тут, конечно, 220 и не пахнет. Нам главное просто эти светодиодики засветить. Так, видно, что они светятся? Ну, думаю, видно, да. Это обыкновенные светодиодики, которые я засвечиваю через вот этот диодик. Давайте еще красненький проверим. Вот обыкновенный красненький светодиодик. Вот он светится. То есть, вот они эти провода, и браться за 220 вольт я бы не стал даже ради того, что если вдруг у этого видео появилось бы миллион просмотров. Я не такой тупень. Ну, а что касается закона Ома, который вы все должны знать, если вы, конечно, школу заканчивали и физику учили, то здесь он нисколько не нарушается. И действительно, на каждом из этих резисторов падает по 70 вольт, и даже немножко больше, потому что напряжение в сети все-таки оно больше, чем 210, а целых 220 и даже чуть больше вольт. Ну, напряжение в сети, конечно, прыгает, скачет куда попало. Но, почему же вдруг не перегорают вот эти светодиоды, когда я их питаю напряжением 70 вольт? На это, на это ответят самые умные. Они уже знают ответ, а наверняка его написали в своих комментариях, поэтому вы проследуете в комментарии, и там этот ответ найдете. Я же еще разок вам продемонстрирую то, как с помощью делителя из трех резисторов можно включить пару светодиодов в розетку 220 вольт. Это очень умная такая, популярная тема, на которую любят рассуждать многие блогеры. Ну что, поехали еще разок. Мы берем и к мосту из трех резисторов подключаем, подключаем вот так вот светодиодики, которые весело и красивенько горят и светятся. И не перегорают, заметьте. Не выбивает их от высокого напряжения, не перегорают, они от большого тока, но 220 на 3 это все-таки 70. А как 70 питает парочку таких светодиодов, об этом вы узнаете чуточку попозже. Так, тут еще одно подозрение может зародиться, что, мол, резисторы-то они разные, один может быть очень маленький, а два больших. Нет, все три резистора одинаковые, даже не по форме, даже не по цвету, и давайте я сейчас по всем трем резисторам еще раз пробегу. Смотрите, вот первый резистор засвечивает светодиоды, в одном кадре все делаем, второй резистор засвечивает светодиоды, третий резистор засвечивает светодиоды. Все, как говорится, прямолинейно и равномерно. Тут никаких хитростей нет, тут все очень просто. Раз, два, три резистора и 220 вольт, которые контролируются прибором. Тут же, не выходя от кассы, я беру лампочку, чтобы все было в одну линейку, как говорится, и зажигаю ее, подтверждая тем, что тут большое высокое напряжение и даже большой ток. Ну вот, братишки и сестрички, электрики и электрички, закон Ома мы все-таки умудрились нарушить. Как это произошло, я напишу в статье на Дзен. Как это работает, ну, наверное, тоже. А то, как это повторить, ну, вы сами видите. Вот так вот берете три резистора, припаиваете к ним вот такую вот конструкцию из светодиодов, и да будет, и да пребудет с вами электрическая сила, и да пребудет с вами счастье, мир, покой, дружба и фестиваль. Короче говоря, все у вас получится, если вы все сделаете точно так же. А на этом все. Пока с вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. Мира, счастья и добра! Субтитры создавал DimaTorzok